Все в порядке. Если все хорошо, то тогда давайте приступим к сегодняшней нашей встрече. Это у нас будет уже второй вебинар из серии про социальные сети. Сегодня предлагаю более подробно поговорить о том, какие интересные мероприятия, какие интересные акции можно создавать на страничках библиотеки в социальных сетях. Прежде всего это будет касаться различных игровых активностей, конкурсов, викторин, может быть сетевых проектов, акций, фестивалей, библиомарафонов. Вот в рамках этого мы с вами сегодня пообщаемся. Для примера я взяла самую распространенную социальную сеть ВКонтакте, но я думаю, что многие приемы возможно перенести на другие социальные сети, поэтому если у вас группа, допустим, в Одноклассниках или на Фейсбуке, я все равно надеюсь, что какие-то интересные материалы для себя вы сегодня найдете, интересную информацию подчеркнете. Если у вас есть чем похвастаться, то есть если у вас какие-то интересные активности проходили на страничках вашей библиотеки, то тоже можно поделиться в комментариях ссылками, интересными информациями, наблюдениями и так далее. Эту презентацию можно скачать из папки. Там же есть текстовый документ, называется он «Ссылки». Вот все ссылки, которые я буду в чат кидать, они там в одном этом большом листе, очень часто после вебинара присылают сообщения с просьбой продублировать ссылки, кто-то что-то не успел нажать, сохранить и так далее, а хотелось бы полный комплект получить информации. Поэтому, если вам необходимо, можно скачать текстовый документ вместе со ссылками. Я их буду вот именно в том порядке в чат и отправлять. Так что вы их можете открывать и из чата, и у себя с компьютера, и с документа, если хотите. Ну, давайте поедем. Наверное, самый популярный вид контента в социальных сетях – это контент игровой. И библиотеки в этом смысле не исключение. В соцсетях библиотеки проводят игры, викторины, розыгрыши, различные конкурсы, даже сетевые проекты. Особенно эта активность увеличилась в связи с пандемией, с переходом на дистанционную работу. Библиотеки стали активнее такой контент создавать и предлагать в социальных сетях. Вот я сегодня хочу и остановиться на некоторых таких активностях. В основном сделаю упор на инструментарий. Какие инструменты можно использовать, как это можно представить. Ну, и несколько примеров покажу, как это можно сделать. Начнем с самого простого – с конкурсов и викторин. Ну, самое несложное, наверное, это воспользоваться тем инструментарием, который уже есть в самой социальной сети. Например, тот же самый контакт предлагает вариант, который называется «Оброс». Сейчас я вам ссылочку отправлю в чат сразу. Так, минутку вставила. Так, вот такой примерчик, например. Ну, я взяла из своей группы «Мурманика». Я большую часть ссылок буду как раз из нее и брать, и на их примере объяснять, что есть что. Функция называется «Опрос». Я думаю, большинству из вас она знакома. Нам необходимо создать вопрос, придумать варианты ответов. Ответ может быть один правильный, может быть несколько правильных ответов. Выбрать фон, прикрепить картинку, если это необходимо, ну и далее опубликовать. Чем еще интересна эта опция? Например, вы можете ограничить время голосования, допустим, провести опросы к определенный период времени. Вы можете запредить отмену голоса. Это на тот случай, если вы хотите провести такую викторину из одного вопроса и наградить победителей, кто ответит верно. Тогда отмену голоса запрещаем. Один раз проголосовал, и все. Ну и, наконец, здесь можно настроить опцию анонимного опроса. На тот случай, если вы просто хотите узнать, что думают пользователи в целом в процентах. Но, опять-таки, если вы хотите награждать кого-то, объявлять победителям, то тогда оставляем эту опцию пустой. Галочку там не ставим, чтобы вам, как администратору группы, были видны все участники, и вы могли выбрать победителей, ну и каким-то образом их вознаградить за ответ. В общем, вот такой опрос из одного вопроса, но очень быстро и просто. Делается такое большое количество опросов, вы можете встретить в социальных сетях на каждом углу практически. На самом деле, не обязательно опрос делать в виде вот именно такого закрытого варианта. Можно сделать открытый опрос. И в этом случае задача участников усложняется. Им нужно в комментариях написать правильный ответ. Уже вариантов у них не будет для этого. Ну вот пример опять на экране. 7 улиц Мурманска названы в честь известных в истории страны женщин. Нужно назвать 7 этих человек. Ответ оставляем в комментариях. Для подсказки дается только фотография. По этим фотографиям нужно догадаться, кто есть кто. Ну и ответы оставлять в комментариях. Здесь уже сразу видно, кто из участников как отвечает. Вы можете опять-таки назначить призы, подвести итоги этой викторины, либо просто сделать это вот таким небольшим развлечением в группе ВКонтакте. Все очень просто. Здесь еще даже проще. Просто пишем вопрос, придумываем какую-то интересную формулировку, даем подсказки. Чаще всего это фото загадки. Особенно популярно сейчас, например, публиковать фотографии старого города, допустим, населенного пункта, и предлагать участникам догадаться, какая часть города здесь изображена, что это за место. Иногда это такие многостраничные дискуссии приводят. Все это обсуждение. То есть, по сути, это даже не только викторина, но уже своеобразный такой клуб общения получается. Следующий вид викторины я назвала викториной сериал. Ну так, в кавычках, конечно же. В чем суть такой викторины? Например, вы каждый день в течение определенного времени публикуете у себя в группе вопрос по теме. И это происходит каждый день в определенный период, в определенный час даже. Ну вот у нас проводился диктант Победы, я думаю, многие библиотеки тоже его проводили. 29 апреля он был. И вот накануне диктанта Победы мы придумали викторину по истории Великой Отечественной войны в группе. И в течение 20 дней каждый день ровно в 12 часов в группе появлялся вопрос по истории Великой Отечественной войны. Он был открытый, то есть вариантов ответа здесь не было. Участники в комментариях оставляли свои ответы. Мы все это фиксировали и в конце, через 20 дней после завершения викторины, подвели итоги и наградили победителей этой викторины. Получалось такое длительное мероприятие. С одной стороны, есть опасность, что участники заскучают, им надоест. С другой стороны, это привлекает внимание в группе, это увеличивает количество комментариев, 100% активность. То есть здесь появляются желающие отвечать, причем часто это одни, ну, есть ядро постоянных участников, которые действительно ждут вопрос и действительно на него отвечают. Это хорошо активизирует работу в группе, но требует определенных затрат. Чтобы участники, да, марафон может быть. Но тут больше на викторину похоже отвечать на вопрос, такая викторина-марафон. Плюс еще и чтобы участники не потерялись, если он, допустим, начал отвечать с пятого вопроса викторины, а до этого пропустил, то мы можем каждому вопросу прикрепить еще хэштег. У нас был хэштег «Диктант Победы». Нажать на него и открывается весь список вопросов. И так никогда ничего не пропустишь. Тоже помогает в навигации. 166 комментариев мы получили, довольно много для нашей небольшой группы. Поэтому хорошая форма работы, можно попробовать. Это редкость, довольно такая, викторина-рубрика. На самом деле викторины, конечно, многие библиотеки используют в своей работе и публикают в социальных сетях. Но вот я, например, не нашла на библиотечных страничках такой вариант, когда викторина выступает как постоянная рубрика. То есть вот каждую неделю обязательно, допустим, в пятницу, пятничная викторина, определенный какой-то вопрос. Ну, в данном случае вот фото-вопрос. Поэтому я взяла пример из «Кровеческой газеты», страничка группы в социальных сетях. Ну, смысл, я думаю, здесь понятен. То есть придумываем рубрику и от нее не отступаем ни на шаг. То есть каждое воскресенье, пятницу, субботу, там любой день определяем для себя. Мы в этой рубрике обязательно публикуем какой-то вопрос, ждем участников. Это тоже стимулирует активность, увеличивает количество подписчиков в группе. Есть постоянное ядро опять появляется у участников, которые ждут вопросы и отвечают на них. В общем, вот рубрику можно тоже такую завести, если есть необходимость. Правда, это уже немножко трудоемко становится. Если мы викторины, ну, по ходу развития событий, когда у нас есть что сказать, мы говорим, то вот если мы заводим такую рубрику, то хочешь, не хочешь, но каждую неделю придумай новый вопрос. Иногда это не очень просто. Ну, давайте еще посмотрим. Это популярная штучка, которая пришла из других разных развлекательных групп. Я думаю, наверняка вы с этим сталкивались. То есть это разные розыгрыши призов, подарков, бесплатных билетов. В общем, все что угодно разыгрывается. Тортики, все что угодно. Вот библиотеки тоже взяли на вооружение такой вариант. Ну, в частности, здесь билеты разыгрываются на спектакль. Это имеет смысл в том случае, если у вас есть действительно какой-то спонсор, партнер, и вы можете предложить что-то действительно такое завлекательное, ну, хотя бы билеты на спектакль. В этом случае чаще всего, когда участники подключаются к этому розыгрышу, здесь даже иногда и не требуется отвечать ни на какие вопросы. Хотя можно, конечно, еще и вопросы дать какой-то для размышления, но, как правило, здесь требуется самое главное подписаться на группу. Обычно конкурсы розыгрышей проводятся для того, чтобы увеличить количество участников в группе. Это самая главная задача, на мой взгляд, здесь. То есть нужно, во-первых, вступить в группу, во-вторых, сделать репост этой записи чаще всего. А репост для того, чтобы остальные тоже увидели и тоже подключились. Таким образом увеличивается количество участников. И что? А дальше ждем розыгрыша. Розыгрыш определяется обычно с помощью генератора случайных чисел. Сейчас покажу, каким он может быть. Для этого можно установить в группе приложения. Вообще их несколько. Я вот попробовала так просто полистать в приложениях. Нашла вот, например, такой. Может быть, вы чем-то другим пользуетесь, но вот он называется «Подведение итогов конкурса». Такой рандомайзер, который методом случайных чисел каких-то образделяет победителя конкурса. Подключаем это приложение. Дальше нужно выставить условия, по которым участники должны таким образом участвовать в этом розыгрыше. То есть только те, кто сделал репосты, только те, кто вступил в группу. Ну и дальше все, сервис делается о вас. И получаем победителя этого конкурса. Розыгрыша награждаем и, собственно, увеличиваем активность в группе таким образом. Вот, у нас уже в чате появились ссылки. Спасибо большое за интересную информацию. Я думаю, участники могут тоже по ним походить, посмотреть. Может быть, какие-то идеи взять на вооружение. Рубрика «Угадай-ка» – это здорово. Возможно ли это сделать в Фейсбуке? Розыгрыше? Вот насчет розыгрышей не знаю. Опросы-то и викторины-то очень легко можно сделать на Фейсбуке. Насчет розыгрышей, честно говоря, я не знаю. И поскольку с приложениями Фейсбука не знакомо, больше как-то мне контакты в этом смысле ближе. Но это надо посмотреть, опять-таки, в самом Фейсбуке, предусматривает ли он возможность таких розыгрышей. Но в любом случае, викторину провести можно, и репосты попросить делать. А вот насчет генератора случайных чисел, это надо подумать и посмотреть в самом Фейсбуке. Пороцам. Я пока запомню этот вопрос. Если какая-то информация у меня появится, уже на последующих вебинарах, потом расскажу и про Фейсбук тоже. На самом деле, придумки могут быть бесконечны. Но чаще всего библиотеки идут по пути подключения еще сторонних каких-то сервисов, приложений, потому что на страничке социальной сети можно любую ссылку, в принципе, опубликовать. И участник группы, выходя на эту ссылку, открывает уже страницу сайта, какого-то сервиса, и там решает вопрос, отвечает на задания и так далее. В этом смысле возможности еще больше становятся, они еще больше расширяются. Можно игры делать не обязательно в виде викторины, там могут быть кроссворды, какие-то сортировки картинок, хронологические линейки, заполнение пропусков, в общем, много-много всего. В этом смысле много сервисов, которые как раз позволяют делать викторины, и конкурсы их огромное количество. Но с этого многообразия я бы остановилась на тех сервисах, которые дают возможность полноэкранного просмотра. То есть, чтобы участник группы, переходя на ссылку, видел только саму игру. Очень многие бесплатные сервисы грешат различными рекламными блоками. Ну вот, в частности, онлайн-тестпэд, кто работал с ним, тот, наверное, знает, что там огромное количество всплывающей рекламы, которая не нравится, которая раздражает. И лучше от таких сервисов, наверное, отказаться. Выбрать что-то без рекламы, чтобы можно было развернуть игру на весь экран, либо на смартфоне хорошо она смотрелась, либо на большом экране, чтобы можно было комфортно и с удовольствием поиграть. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы это все было на русском языке, чтобы все это было бесплатно. Поэтому я выбрала несколько инструментов. Давайте посмотрим, может быть, вы их использовали в работе. Ну вот у меня уже давненько на слайде тут висит сервис Learning Apps. Ну, с него, пожалуй, начинали все. Это, наверное, такой must-have, который постоянно в группах используется. Это действительно хороший инструмент. Особенно хорошо он заходит в детскую аудиторию для молодежи, для библиотек такого молодежно-детского профиля. Игры хорошо эти смотрятся. Их можно развернуть на большом экране. Они и на мобильнике, в принципе, неплохи тоже. И предлагается здесь более 20 шаблонов на русском языке. Сервис русифицирован. Остается только заполнить шаблоны и, собственно говоря, поделиться ссылкой. Вот и все. Шаблонов здесь действительно много. Вот это только часть сейчас на слайде. Принцип работы, в общем-то, один и тот же. Ну вот, например, самая стандартная викторина будет выглядеть следующим образом. Вопрос, варианты ответа. Участники отвечают. Причем викторины бывают разные. Есть викторины, в которых не переходишь на следующий этап, пока не ответишь на этот вопрос. Есть викторины чуть-чуть посложнее, где там количество баллов уже суммируется. В общем, посмотреть можно шаблоны, посмотреть примеры, и тогда уже что-то выбрать. Ну вот, пример с викторины я вам добавила. Сейчас еще несколько ссылочек добавлю из моего списка. Посмотрим еще несколько вариантов. Как это все работает? Все очень просто. Ну вот, например, тот самый шаблон с викторинкой. У нас дается вопрос, вариант ответа. Отмечаем галочкой «Правильный ответ». Здесь, как видите, можно давать подсказки и к вопросам, и к ответам. А вопрос можно, как это сказать, воплотить не только в виде текста, но и в виде картинки, аудио, и даже видеоролик сюда подгрузить можно. Далее количество вопросов здесь не ограничено, количество викторин вообще не ограничено. Остается только взять ссылку. Ссылка нам нужна большая, чтобы на весь экран раскрывалась. Ну и дальше пишем аннотацию к этой игре, прикрепляем ссылку, и все готово. Можно в группе делиться. Вторую ссылку я вам отправила. Это еще один шаблончик. Я выбрала такие несколько самых известных. На самом деле их тут огромное количество. Игра «Найди пару». Принцип очень простой. Нужно соединить. Здесь вот, как пример, «Зверюшки и корм». А я вам ссылочку отправила на соединение писателя и книги, которые он написал. Тоже все очень просто. Это мышкой соединяются пары. Если на смартфоне, то это делается пальчиком. Ну и далее вот в виде буковки и дается подсказка. Что есть, что они подсказывают, в каком направлении можно двигаться. Шаблон выглядит следующим образом. Создаем пары, картинки. Даем подсказки, что изображено на этой картинке, если надо. Ну и вот, собственно говоря, все остальное сервис делает за нас. Он перемешает все эти пары, из которых потом участники должны будут собрать нечто. Ну и еще распространенный вариант контента – это кроссворды. Сервис действительно создает интересные, красивые кроссворды на подложке. Остается только какую-то красивую фотографию найти для этого. А дальше на эту подложку создаем вопросы. Здесь делается все очень просто. Ответ всегда в виде слова. Это понятно, это кроссворд. А вот вопрос может быть не обязательно в виде какого-то вопроса. Это может быть картинка, видео, опять-таки аудио. Можно подсказки опять прикреплять. Все тоже очень просто. Остается только тоже, по сути, создать пары. Вопрос-ответ. Ну а дальше сервис все перемешает и сгенерирует сам кроссворд. То есть вручную здесь ничего рисовать не надо. Все очень симпатично в итоге получается. Вот такой вариант. Ну, продолжать можно бесконечно. Их тут 20 шаблонов почти. Так что можно про каждый рассказать. Но я думаю, принцип тут понятен. Все не очень сложно. Даже можно небольшие веб-квесты делать. Это тоже такое получается уже не просто викторина. Это получается такая многоэтапная викторина. Шаблон называется «Сетка приложений». Здесь, как мы видим, на такой виртуальной доске расположены 5 тапов. Дается небольшая инструкция, что нужно сделать. Здесь, например, нужно пройти по этим 5 маршрутам, собрать сокровища, то есть какие-то ключевые словами, ну и на последнем этапе, как правило, из этих ключевых слов нужно создавать какую-то фразу, собрать какое-то предложение. Таким образом это все работает. Как это все действует? Опять-таки, нам нужно для начала создать сами вот эти игры. Вот по сути, вот эти 5 этапов, это 5 разных игр. Это может быть викторина, кроссворд, опять-таки, там игра, кто хочет стать миллионером. Может быть, несколько викторин. Тут уже заранее мы придумываем и создаем их отдельно, заранее у себя в личном кабинете. А на последнем этапе мы эти викторины просто соединяем в одну большую вот эту вот сетку приложений. Как это делается? Ну вот, это конструктор для сбора этой самой сетки. Допустим, у нас каждый этап будет какой-то заголовок иметь. Ну вот игра такая-то, игра такая-то. Можно там прописать маршрут 1, маршрут 2, этап 1, этап 2, как угодно. Далее, там, где кнопочка «Апп», мы нажимаем на синюю длинную кнопку «Выбрать приложение или упражнение». И выбираем из нашего личного кабинета то, что мы создали заранее. Таким образом, эта сетка заполняется полностью. Мы загружаем все игры, которые хотели, ну и сохраняем. Дальше все это на сетке появляется. Остается, опять-таки, взять ссылку на готовую игру и предложить это своим участникам. В группе. Как здесь работают вот эти вот ключевые слова сразу? Возможно, вопрос будет. Дело в том, что в каждом шаблоне, у меня на слайдах этого нет, но на самом деле в каждом шаблоне, когда вы создаете игру, в конце игры обязательно есть такая опция «Обратная связь». Как правило, в этой обратной связи пишется какая-то поздравительная штучка. Например, «Молодец», «Ты все решил правильно», что-то вот вроде этого. Вот как раз в этой форме «Обратная связь» она открывается только тогда, когда все ответы правильные. В этой форме в «Обратной связи» как раз и прописывается то самое ключевое слово, которое участник должен записать себе, запомнить, чтобы потом на последнем этапе из него что-то создавать. Поэтому «Ленин Эпс» очень хороший для вот таких вот веб-квестов небольших. Опять-таки это мини-веб-квест, не сказать, что он, правда, такой супер разветвленный, но довольно просто и несложно создается. Поэтому можно попробовать и так поиграть. Давайте к более серьезным вещам. А, да, ссылочку на веб-квест я вам сейчас отправлю, чтобы вы погуляли, походили. У кого под руками нет, сейчас вставлю в чат. Вот это по Гарри Боттеру. Можно попробовать. Ну, поскольку у нас библиотека взрослая, я работаю в научной библиотеке, поэтому такие немножко сервисы для детской аудитории не очень хорошо зашли, хотя были удачные опыты и не очень. Поэтому попробовала еще что-то. Вот, например, сервис «Удоба». Это сервис для создания интерактивного контента. Самого разнообразного. Здесь есть и ленты времени, и разные игры-викторины, и интерактивные плакаты, и многое-многое другое. Здесь около 12 разных видов викторин. И не обязательно это викторины. Это могут быть игры «Отметь горячие точки», «Отметь слова», «Видеовикторины» и многое другое. Сервис хорош, и он функциональный, он несложный, и он на русском языке. Но единственный недостаток, дело в том, что этот сервис больше адаптирован для сайтов и блогов. То есть готовый продукт здесь вставляется куда-то, на страницу сайта и блога. А в социальных сетях, если ссылку разместить, иногда будет видно, допустим, кто создал эту игру. Будет написано, что библиотека такого-то пользователя, откуда взята эта игра. Более того, если создавать викторину в этом сервисе, она растягивается на весь экран в виде узкой полосы. Это не очень красиво становится. Поэтому я долго думала, как можно этот сервис адаптировать, и подумала, что можно сделать викторину на основе презентации. Есть такой шаблон «Курс Презентейшн», который позволяет на слайды презентации наносить вопросы. Плюс этого шаблона еще и в том, что он в конце подсчитывает общее количество баллов по каждому вопросу. Вот если посмотреть, внизу такие кружочки нарисованы. Эти кружочки – это и есть вопросы. Здесь у меня очередуются вопросы сами и пояснения к ним. С кружочками – это у меня вопросы. Без кружочков – это пояснения на каждом слайде. Далее я взяла просто ссылку на эту презентацию. Ссылку не саму из верхней строки браузера, а взяла код, точнее. В коде я взяла ту часть кода, которая в кавычках. Вот это получилась у меня презентация на весь экран. С помощью вот этой части кода она у меня открылась на весь экран, и поэтому стало довольно симпатично уже смотреться, и в нее можно действительно уже играть, не отвлекаясь ни на что. Как это все работает? В удобе есть сетка приложений, как в Learning Apps. А вот и нет. В Learning Apps только есть сетка приложений. В удобе нет. Да, они пока до этого не додумались. Как здесь все работает? Вот кнопочки, слайды презентации. Вверху кнопки для того, чтобы добавлять сюда разный контент. Я подписала, чтобы все было понятно. Как такового шаблона вам попадается чистый слайд, который вы можете залить цветом, можете прикрепить картинку фоновую. Ну вот, внизу есть кнопочки для этого. Залить фон, добавить картинку, поменять слайды местами и так далее. После того, как вы оформили хотя бы первый слайд, уже можно приступать к созданию интерактивного контента. Например, нам нужно добавить вопрос. Я выбрала вопрос, который называется «С выбором одного или нескольких правильных ответов». Multiply Choice он называется. Сейчас покажу, как он выглядит вот так. Здесь все переведено уже на русский язык, поэтому все просто. Выбираем Multiply Choice вариант. И прямо внутри этого слайда открывается вот этот конструктор. И прямо на самом слайде мы в этот конструктор вписываем все, что нам необходимо. Вопрос, варианты ответов. Можно прикреплять картинки к этим ответам. Можно давать подсказки и обратную связь, если вам это нужно. Вот таким образом это все работает. Можно выбрать любой другой тип вопроса. Их может быть и вообще несколько на одном слайде. Такой целый сет в итоге получается. Вот, например, у меня здесь сет из шести вопросов на экране. То есть все это будет идти на одном слайде. Либо отдельный вопрос, отдельный слайд. Тут уже как ваша фантазия подскажет. Ну и самое замечательное, что в конце, когда участник весь этот этап пройдет, ответов на вопрос, он на последнем слайде получит свой результат. Сколько он ответил правильно, сколько баллов он заработал. Такая вот викторина с самопроверкой получается. В итоге получается довольно симпатично, интересно, смотрится хорошо. Презентация. Знакомый нам вариант работы. В отличие от Ленин Апса, где надо заранее все создать и потом уже на сетку перетаскивать это все. Здесь все делается прямо внутри самого шаблона. Заранее ничего не создаем. Сразу начинаем работать с презентацией, а уже внутрь презентации вставляем задания, которые создаем тут же, не отходя от самой презентации. Так вот. Ну, конечно, без этого нам не обойтись. Google форма. Хороший сервис, что уж тут сказать. Он хорошо подходит на случай, если нам необходимо провести конкурс в группе, например, у себя и выявить победителей. Но мы не опросник хотим создавать из одного вопроса, а хотим такую довольно разветвленную анкетную форму создать. Ну, например, мы это используем для создания краеведческого диктанта. То есть есть определенный список вопросов, 15-20, довольно длинный получается. И тогда Google форма здесь хорошо срабатывает. Как видите, можно прикреплять и картинки, и тексты писать, и выбирать разные варианты ответов на вопрос. Единственное, что требуется, это завести себе Google аккаунт. И тогда уже можно без регистрации создавать неограниченное количество. Коллекцию для работы с классом. Ну, в общем-то, да, хорошая опция, да, создавать коллекцию для работы с классом. Но вообще Ленин Апс, он ориентирован прежде всего на работу учителя. Это такой больше учительский сервис, поэтому там можно создавать свои классы, закрывать какие-то вещи, открывать только для своего класса, для определенной группы участников. Так что, да, это хорошо. Возвращаемся к Google форме. Все очень просто, на самом деле, и бесплатно, и на русском языке. Заходим в Google аккаунт, выбираем создать новую форму. Она вот таким образом выглядит. Добавляем вопрос, добавляем варианты ответа. К вопросу можно прикрепить, кроме текста, естественно, картинки, видео, можно сделать разделы. Вот я одну из ссылок, я вам три ссылки сразу в чат оптом отправила. Вот в одной из ссылок, там, что касается заповедников, там викторина создает из нескольких разделов, как несколько раундов викторины. В каждом по семь вопросов перелистываем, отвечаем на все. Google формы хорошо подходят именно вот для таких, для длинных викторин, достаточно таких, как это сказать, там, сдержанных по содержанию. Больше похоже на анкеты. Вот нам еще ссылочку добавили про Google игру к Нижнему Новгороду, к юбилею Нижнего Новгорода. Что еще можно сказать об этом? Здесь есть возможность добавлять пояснения к вопросам, это хорошо. И если, например, вы даете возможность участникам посмотреть, потом эти пояснения в конце игры, это еще лучше будет. То есть участники могут сразу посмотреть, на какие вопросы они ответили неправильно, и такая самопроверка получается. Если есть необходимость наградить победителей, то в этом случае нам поможет такая опция, которая называется «Тест». Она открывается через значок с шестеренкой. «Тест» – это такая опция, которая позволяет считать баллы автоматически. К каждому вопросу прикрепляется определенное количество баллов от одного до бесконечности. Ну и дальше все сервис делает за вас. Участники отвечают, на выходе получают свое количество баллов. Вы можете настроить, чтобы они сразу видели свой итог. Ну, а вам ничего проверять не надо. У вас сразу будет готово количество баллов по каждому участнику. Плюс вы можете получить статистику, очень подробную, по каждому участнику и в целом. Можно в виде вот таких диаграмм, как в целом отвечали все, либо по каждому отдельному пользователю. Готовые ответы можно сохранять в таблице «Гугл». Они у вас сохранятся в вашем аккаунте. Вы можете всегда к ним вернуться, посмотреть, кто как отвечал. Поэтому «Гугл форумы» очень любят учителя, которые проводят таким образом опросы учащихся. В этом смысле в библиотеке тоже можно так провести, наградить участников. Вот у нас был кроверческий диктант по итогам. Мы наградили участников, которые ответили на все вопросы верно. Таким образом вот работает. Это русскоязычные варианты. Давайте посмотрим. Немножко посложнее, но они довольно симпатичные. И вот мне, например, нравится. Они как ни странно, ну почему как ни странно, в принципе, они достойно себя показали и хорошо зарекомендовали себя в группе. Много участников было. Это сервис, который называется «Бренд Квиз». Он же «Involve Me». Это практически одно и то же. Два разных названия. По сути, сервис один и тот же. Они так скоперировались между собой и под двумя разными названиями создают один и тот же контент. По-любому, по любой ссылке можно выйти. Конструктор выглядит следующим образом. Это тоже слайды, на которые размещается информация. Причем информация разная. Можно текст добавлять, картинки и разные виды опросов. Multiple Choice – это выбор одного или нескольких вариантов ответа. Image Answer – это когда вопрос в виде картинки, вернее, ответ в виде картинки. Dropbox – это выпадающий список с разными вариантами ответов. Есть тут еще просто голосование, рейтинг, звездочки ставить. Слайдер тоже маркером отмечать. То есть это сервис, который позволяет создавать опросники и в виде викторин, и в виде каких-то просто опросов с оцениванием и так далее. Есть здесь и персональные тесты, например, что на слуху какой-то сегодня писатель, какой-то литературный герой, что-то вроде этого создавать. Сразу скажу, что это сервис платный. У него есть бесплатный тариф, он такой довольно скромный – 100 открытий. То есть вы создаете опросник, викторину, и у вас есть бесплатная возможность у участников 100 раз в ней поучаствовать. Вот 100 раз пооткрывать ее. Как только этот предел превышен, то викторина становится недоступной. Поэтому я вам две ссылки сразу кинула в чат. Если у нас участников довольно много на вебинаре, так что можно какое-нибудь одно открыть. Если вдруг одна не откроется, переходите на вторую. Я надеюсь, что всем хватит на открытие. Ну, это больше викторина, конечно, для небольшой аудитории, но если у вас группа небольшая, и если у вас не все участники активные игроки, то, в общем-то, можно попробовать. Очень красивые получаются в итоге варианты. Они раз на весь экран раскрываются очень красиво. Здесь есть хорошая анимация. Причем все это уже встроено в сам шаблон. Есть несколько вариантов шаблонов. Можно вообще с чистого листа начать, а можно взять готовый, перекрасить его в любой цвет, любые картинки туда добавить. В общем, весь шаблон можно с ног на голову перевернуть, как вам угодно. Очень хорошая опция MaltyPal Choice. Вот как раз две ссылки, как раз созданы на основе MaltyPal Choice и на основе ответ-картинка. Давайте покажу изнутри, как это смотрится. Ну, вот, например, слайд. Это готовый шаблон. Это была игра по Шекспиру. Здесь какой-то вопрос. Вопросы, варианты ответов. Все это отображается с правой стороны. Мы стираем в графах эту информацию, добавляем свою. Можно давать пояснение к вопросу, можно давать обратную связь, если необходимо. Обратная связь – это какая-то дополнительная информация. Если викторина у нас такая поучительная, познавательная, то это хорошая штука – обратная связь. Можно там еще дополнительно какую-то информацию по этому вопросу добавить. Устанавливаем, чтобы подсчет баллов, естественно, ввелся. Принимаем все ответы и сохраняем. Естественно, кнопочку Next переводим на русский язык дальше. В общем, сервис не очень сложный, даже если его перевести с помощью Google-переводчика, будет немножко попроще. А в итоге получаются довольно красочные, интересные вещи. Он ориентирован прежде всего на бизнес-сообщество, поэтому платный тариф здесь стоит, если кому-то интересно, месяц стоит 1500 рублей. То есть, если вы хотите много-много часто и неоднократно их создавать, то, наверное, имеет смысл пропустить платный тариф, либо завести несколько аккаунтов, как сделала я. У меня их два на этом сервисе, поэтому, когда какой-то один аккаунт у меня закрывается временно, вот это ограничение 100 открытий, это на месяц, то есть в течение месяца 100 раз. Как только месяц проходит, аккаунт опять активен, и вы можете дальше продолжить в том же духе создавать новые истории. Можно создать несколько аккаунтов с разных электронных почт, и вот таким хитрым жульством пробовать работать. Тоже вариант. Ну, вот об этом сервисе тоже много говорилось, и я на некоторых вебинарах на нем останавливалась. Сегодня расскажу в той части, которая касается игр. Сервис Genial. Тоже хороший сервис, создает интересные... Можно при создании дублировать предыдущие викторины. Можно. Если вы имеете в виду, что одна викторина открылась, дайте ссылку на другую. Можно попробовать. Я, правда, на эту хитрость еще не шла, но вот можно. Есть такая опция, дублировать можно. Сейчас я сразу две ссылки отправлю. Genial – хороший сервис. Здесь очень много шаблонов для создания всего на свете, и инфографики, интерактивных плакатов, и презентаций. Есть отдельный раздел, называется он «Games. Игры». Есть еще отдельные квиз, квесты, квизы. Ну, вот несколько шаблонов сейчас на экране. Сразу скажу, что те, которые с желтой звездочкой, это платные варианты. Они нам не очень подходят, хотя сейчас Genial очень хорошо развивается. На Фейсбуке есть группа, называется «Мой Genial». Может быть, вы наслышаны об этой группе. Имеет смысл в нее вступить, они периодически проводят розыгрыши бесплатных аккаунтов. Ну, как розыгрыши. Там нужно создать какую-то работу, собрать определенное количество лайков, репостов, признательности. И, собственно говоря, по итогам, если станешь одним из трех победителей, тебе дадут какое-то время попользоваться без ограничений платным тарифом, насколько я понимаю. У меня бесплатный. Ну, есть опция еще, и, собственно, можно прикупить подписку. Правда, они постоянно меняются, потому что в долларах. Но надо посмотреть, сколько это стоит. Ну, собственно говоря, даже бесплатных вариантов, то, что тут есть, вполне хватает. Вот, например, я ссылочки отправляла в чат. Первая игра – это обычная викторина. И вторая игра – необычная игра в дартс. Такой интеллектуальный вариант. Отвечаем на опросы, как будто дротики кидаем в цель. Ну, вот как раз пикчат-квиз. Это квиз с картинками был выбран. И еще тут на слайд не попал. Дартс тоже присутствует в бесплатных шаблонах. Сделано это с помощью бесплатности. Ну, я думаю, особо про этот сервис рассказывать, наверное, не стоит, потому что, да, вы можете за активное продвижение ресурса. Да, у меня все как-то недосуг, это самое, сходить и сказать, что я такая молодец, и продвигаю его со страшной силой. Что-то как-то так. Но я, спасибо за подсказку, буду иметь, да. Но я не привыкла как-то ходить и хвастаться, и всем об этом рассказывать. Но на всякий случай, да, ссылку на этот вебинар приложу. Итак, дженеали. Выбираем шаблон. Ну, допустим, вот обычный шаблон с викторинами. Тут уже есть пара слайдов. На одном слайде вопрос, на другом варианте, вот с левой стороны, это тот же слайд, тот же вопрос, но уже отмечен правильный ответ зелененьким. Вы можете эти кнопочки менять местами, переставлять, перекрашивать. Тут все меняется внутри. А дальше, собственно говоря, это первый этап уже сделан. Наша задача просто продублировать такие же слайды дальше и, собственно говоря, наполнить их содержанием. Картинки загрузить, добавить вопросы, вписать. И все здесь очень просто. Сохраняем, получаем ссылку. Ссылка открывается на весь экран. Все очень красиво. Внутри шаблона еще и анимация встроена. Там вылет, приезжание, выцветание и тому подобные эффекты. И, собственно говоря, здесь от нас только требуется комплект вопросов и ответов. Все остальное уже сервис здесь предусмотрел. Это стандартная викторина в Дарте. Примерно то же самое, тоже слайды, только там уже красиво будут летать дротики дополнительно. Есть тут опция игры с корабликом, где плывет кораблик. В случае неправильного ответа он затонет. Например, есть пловец, который преодолевает какую-то дистанцию. В общем, какие-то водные попадались. Есть шаблоны в последнее время. В общем, здесь много интересных, красивых и необычных шаблонов. Есть шаблоны, напоминающие игры на столке. Знаете, когда бросают кубики и ходят. Вот такие варианты. Есть квесты. Правда, их тут немного, но есть такие квесты. Вот помните, Леонид Непс, мы говорили немножко. Здесь тоже присутствуют варианты с квестами. Тоже все это делается на слайдах. Несколько точек, допустим, там квест по карте. Несколько точек. К каждой точке прикрепляется. Вот примерно такой вопрос с вариантами ответа. Отвечаем правильно. Передвигаемся к следующей точке. С левой стороны здесь есть поле для добавления разных интерактивностей. Наверное, в игру здесь уже нет смысла что-то добавлять. Но на самом деле здесь можно добавить разные горячие точки, горячие метки. И к ним прикреплять разные интересные полезные материалы и ссылки. Ну, например, подсказку какую-нибудь дать в виде интерактивной точки. А если нажмем на эту точку, откроется там статья из Википедии, где будет ответ на этот вопрос. Или какая-то страница из книги, в которой будет ответ на этот вопрос. В общем, как вариант, здесь вот таким образом можно еще и подсказки себе настраивать. Выбираем шаблоны. Можно все посмотреть, все попробовать и выбрать то, что нравится. Отличный сервис. Хорошо смотрится в социальных сетях. Много разных интересных игр можно создать. Ну, если уж про квесты заговорили, вот мимо этого сервиса тоже уже не пройти, потому что он уже стал классикой. Сервис Леонис, у него тоже есть своя собственная группа на Фейсбуке, где можно поучаствовать в обсуждениях, рассказать о своих достижениях. У меня даже платный тариф в этом сервисе Леонис. Он, кстати, оказался не очень дорогой. Потому что бесплатный тариф дает возможность около 10 комнат бесплатных создавать для квеста. А вот платный немножко побольше. Тут уже расширенные возможности. Что это такое, по сути? Это квест-комната. Я думаю, ну, может быть, многие из вас играли в эти вещи, когда за определенное количество времени нужно выйти из комнаты, найти шифр от двери, чтобы она открылась. А шифр мы получим только тогда, когда ответим на вопросы. Собственно говоря, здесь разные игры. Да, вот, спасибо за подсказку. Спасибо за дополнение. Ну да, я рассказывала про этом сервисе более подробно. Сейчас только вкратце расскажу. Нам нужно выбрать локацию себе. Там возле каждой локации показано, сколько количество заданий может быть в ней. Есть маленькие локации от трех вопросов. Есть побольше, посложнее. Уровень сложности там тоже выставлен. Поэтому определяемся для участников. У нас как-то не очень хорошо пошла эта квест-комната, потому что они все участники в группе поняли, собственно говоря, как в это играть. Что надо двигать, что надо вещи какие-то переставлять, там ящики открывать. Поэтому если у вас неискушенные участники, то, наверное, где-то в аннотации к игре надо прописать, что требуется от участников. То есть можно открывать ящики, можно там включать компьютер, еще что-то делать. Ну, в общем, чтобы было понятно. Итак, для начала нам нужно придумать вопросы и сделать из них картинки. Как это делается. Обычно, да, 15 комнат уже, да. Ну, я последний раз, когда заходила, было около 10, там постоянно что-то меняется. Ну, делаем из каждого вопроса картинку. С помощью PowerPoint это обычно делают. Вписываем на слайд вопрос. Что-то там можно картинку добавить красивую, чтобы все это было красочно. И, в общем, варианты ответов прописываем. Правильный вариант ответа – это какая-то буковка, циферка. Там, я не знаю, первая буква в этом слове. Просто номер варианта ответа 1, 2, 3. Как угодно. Тут уже ваша фантазия работает. Вот, например, здесь три варианта, три кнопочки для загрузки файлов. Загружаем наши слайды в виде картинок. Дополнительно здесь появилась возможность аудиофайла загружать. То есть вместо картинки можно попробовать аудиофайл, что-то наговорить на микрофон и добавить сюда. Либо какой-то музыкальный файл, по которому кто-то что-то должен догадаться. Вот с аудио я пока не пробовала. Если вы попробовали, можете ссылкой поделиться. Я пока больше по картинкам специализируюсь. В общем, здесь может быть несколько вариантов заданий. Вариант 1, вариант 2. Если вы даете разным участникам, разный. Но это больше для школ, наверное, для одного класса, для второго класса. Здесь есть такая опция «Тортик перевязанный». Да, это такая поздравительная штучка. Картинка какая-то поздравительная, либо поздравительный аудиофайл, когда участник все ответил правильно. Ну и обязательно код прописать. Это обязательное поле. Код от двери, который должны участники вписать, чтобы ее открыть наконец-таки. Все, сохраняем. А дальше в разделе «Получение доступа» мы получаем код от этой игры. Ссылка это будет. Ну и ссылку публикуем у себя в группе. Вот такая история. Получается довольно быстро, если вы уже задание заранее придумали. Быстро, просто. Главное, участникам объяснить, что требуется. Но, к сожалению, каждый день вы такой не поиграешь. Это так, время от времени побаловать читателей. Потому что одна и та же комната, если будет постоянно играться, это не так интересно. Поэтому вот, ну поскольку есть уже 15 бесплатных, то это здорово. Можно вот 15 раз удивить читателей. Начать с чего-нибудь попроще, а потом уже посложнее. Я думаю, хорошо будет для детской, для юношеской аудитории. Думаю, самое то. Ну и в заключении несколько слов о различных сетевых активностях. Вообще, с этими сетевыми активностями, насколько я поняла, большая путаница в терминах. Акции, проекты, библиомарафоны, фестивали. И все это иногда как синонимы воспринимается, иногда разное. Если в реальности, допустим, акция, мы прекрасно понимаем, что это какое-то отдельное мероприятие, яркое, необычное, краткосрочное, там флешмоб, библионочь, что-то другое, то вот сетевая акция, это вот не такое краткосрочное. То есть это не может быть, как библионочь, один день и все. Чаще всего сетевая акция, она становится длинной, она растягивается на несколько дней, иногда на несколько месяцев. Ну, я поэтому и написала, что относительная краткосрочность, относительная. То есть не год, конечно, но и недели чаще всего. Это несколько недель, несколько месяцев, как правило. Давайте посмотрим, какие бывают библиотечные сетевые акции, где можно подсмотреть их. Я открыла для себя вот такую вот группу ВКонтакте, она так и называется «Акции ВКонтакте», но это не обязательно акции. Здесь, кстати, можно размещать свою информацию, рекламу самим себе делать, и можно подсмотреть разные интересные идеи отсюда. Сейчас уже не 2020 года, сейчас уже 2021, но смысл примерно тот же самый остался. Здесь размещается информация о разных интересных библиотечных акциях. Как правило, сетевая акция, но чаще всего, это такая вещь, когда от участника требуется что-то создать. Что-то простенькое, допустим, новогоднюю открытку, поздравить библиотеку, записать стихотворение на видеокамеру, сделать какой-то калаш. Иногда вообще очень простые задания, допустим, обложку книги, сфотографировать себя с этой обложкой книги, допустим, так называемый бук-селфи. Сейчас новое поветрие началось с шелфи. Это сфотографировать свою книжную полку, например, с книжками, с красивыми. Что еще можно? Все, что угодно, все, что вокруг книги вертится, вплоть до застегнутой за чтением, пойманной с книгой, разные фотографии. В общем, от участника требуется какая-то активность. Это, как правило, сопровождается еще с приглашением вступить в группу. То есть нужно вступить в группу, иногда сделать репост, потом что-то создать такое не очень сложное. По итогу акции подводятся итоги, награждаются самые активные участники и что-то вроде этого чаще всего. Ну вот, например, сетевые акции 29 июня, извините, сегодняшний день. Ну вот сразу в этой группе нашла упоминание о нескольких сетевых акциях, которые приурочены к сегодняшнему дню. Ну вот, например, сетевая акция всем родам из детства, к дню рождения Антуана Де Сент-Экзюпери. Необходимо, кроме того, что принять участие в акции, создать пост с хэштегами в посте, написать отрывки, какой-то отрывок из книги, цитату, объяснить эту цитату, какой-то интересный факт из жизни писателя. То есть все-все-все про Сент-Экзюпери. У себя в посте опубликовать, активные участники получат разные призы и подарки, и сертификаты. Это вот к дате с писателем связано. Второй вариант – это вот к дате исторической. День партизан и подпольщиков сегодня отмечается, памятная дата. Ну, принцип практически тот же самый. Тоже необходимо создать пост в группе у себя на страничке, определенную информацию в этом посте создать, поделиться, добавить, хэштег на страничку группы добавиться и так далее. Ну, как мы видим, акции довольно такие по длительности не очень большие. 16 июня по 10 июля, где-то около месяца, чуть меньше, например. Ну, я думаю, смысл понятия. Чаще всего сетевые акции приурочивают каким-то важным датам. Либо с писателем связанным, с земляком с каким-то, либо с историческими событиями. Таким образом это. Правда, это уже немножко не акции, потому что они довольно уже длительные, по сути. Поэтому очень часто акции еще называют сетевыми проектами. И здесь с этой путаницей мне пришлось довольно сложно, как разграничить где акция, где сетевой проект. Поэтому, ну, мне кажется, уже не суть, как это называется. Главное, чтобы это было интересно для читателей. Библиотечный марафон. Ну, мы про марафон уже немножко говорили. Можно вот такой марафон викторинный делать, когда вопросы задавать. А можно марафон сделать, ну, например, из нескольких каких-то мероприятий длительных. Вот в отличие от акции, марафон – это что-то более длительное. Это не один месяц, а может быть несколько месяцев. Иногда, может быть, и до года, до полугода. И это не одно какое-то мероприятие, допустим, размести пост в сети, а какой-то комплекс мероприятий. Причем они чаще всего разноформатные. То есть, там, что называется, пост сделай, что там, может, видеоролик какой-то запиши. Поэтому ответь на вопросы викторины в том числе. То есть, это такое более разноплановое мероприятие, тут уже в одиночку не обойтись. Если викторину мы можем сделать в одиночестве, то вот библиотечный марафон – это такое уже длинное, сложное мероприятие, которое требует уже больших временных затрат и многое количество участников. Ну, как вариант. Вот, например, я вам ссылочку отправила. Библиотечный марафон «Смеяться разрешается». В чем суть этого марафона была? Необходимо было создать фотоколлаж, видеообзор на юмористическую книгу, разместить в социальных сетях. Библиотечный марафон длился несколько месяцев, с 27 апреля по 27 мая. Два месяца, получается, длился. Ну, вот опять-таки, считать это марафоном или считать это акцией. Вроде как не очень долго длился. И мероприятие тут… Ну, с другой стороны, здесь разноформатные мероприятия. Фотоколлаж и видеообзор делать. Вот поэтому проблемы с номинацией всех этих мероприятий сложными остаются. Но факт в том, что в сетевых акциях и в сетевых марафонах, в чем их прелесть, в нем могут принимать участие не обязательно участники прямо вот этой географической локации. То есть не обязательно это участники из вашего населенного пункта. Это могут быть участники всей сети. Кто захотел, тот и подключился. И в этом прелесть, поэтому вы можете охватить большое количество участников. Вот здесь 270 человек практически со всех уголков страны поучаствовали. Так что вот, можно попробовать. Вот, большие из-за границы. Здорово. Мы так похвастаться не можем, потому что у нас конкурсы краеведческие. Мы можем похвастаться только участниками из разных городов области. А вообще здорово, когда из-за границы тоже пишут. Это здорово. Ну, самый традиционный формат – это летние читательские марафоны, которые с улиц города сейчас перешли в сеть. Смысл, да, в том же самом. Да, тут даже кто-то поучаствовал в этом. Ну, это можно и самим провести, не обязательно участвовать. Это делают все библиотеки, наверное, это сейчас в сети онлайн. Необходимо прочитать определенное количество книг, выполнить какие-то задания, ответить на вопросы викторины, может быть, поделиться обложками любимых книг, может быть, отзыв на какую-то книжку написать. Тут тоже разноформатно можно что-то придумать. И все получают подарки, сертификаты, дипломы победителей, кто больше всех прочитает. Причем здесь слово «марафон» очень хорошо обыгрывается. То есть «марафон», допустим, в 10 книг я преодолел, «марафон», там, в 8 книг и так далее. Вот это такие традиционные вещи. На три месяца получается довольно длинное мероприятие, интересная сетевая активность для детских и юношеских библиотек, здорово работающая. Ну, может быть, придумаете что-нибудь свое необычное. Творческий фестиваль. А это чем отличается от «марафонов» и прочих? В творческом фестивале тут ключевое слово, как я понимаю, творческое. Поэтому здесь требуется от участников что-то проявить, какие-то творческие свои способности. То есть, допустим, какое-то выразительное чтение, фотоконкурс опять-таки, что там еще, рецензию написать. Как правило, в творческом фестивале несколько номинаций, но мы проводили, правда, не сетевой, это был проект, но как пример номинаций просто. Комиксы нарисовать, создать презентацию, написать небольшую рецензию. Три номинации было для художников, для писателей и для любителей информационных технологий. Ну, а я вам ссылочку отправила вот на такой фестиваль. Назывался он «Молодежный фестиваль книг и чтения». Библиотека Вологды проводила библиотечный центр Амитин Дрякова. Смысл в чем здесь был? Номинации этого фестиваля, они хорошо обыграли слово «Клюква». Книга «Юность Вологодчина» интересное и яркое название. Ну, кроме названия было тоже много интересного. Было четыре номинации. Первая – это конкурс рецензий. Вторая – «Бук-лук». Ну, из названия понятно, что это фотоконкурс. Нужно было не просто сфотографироваться с книжкой, нужно было представиться в виде какого-то персонажа. То есть, там, подобрать декорации, там себе костюмчик какой-то подходящий собрать и так далее. Дальше. «История города Н» – это история о родном крае, куда нам без краеведения, конечно же. Ну, и «Библиотечная находка» – это отдельная номинация была для библиотекарей, где они представляли свои интересные библиотечные проекты. Можно что-то взять из этого, можно по аналогии придумать что-то свое, но хороший вариант вот именно для такого фестиваля. Его можно адресовать не только молодежи, но чаще всего это работает, конечно же, с молодежью. Можно среди своих коллег провести какой-нибудь такой фестиваль творческих работ, наверное. Ну, и самый сложный, на мой взгляд, вариант – это вот сетевой проект. Это что-то такое, на мой взгляд, самое комплексное, самое длительное. Если читать различные умные книжки, то под сетевым проектом понимается совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая или игровая деятельность учащихся, участников, партнеров, организованная на основе компьютерной телекоммуникации, у которой есть общая проблема, цель, методы, способы деятельности, и все это направлено на достижение совместного результата. То есть в основе этого всего лежит какая-то совместная деятельность, какое-то решение о какой-то поставленной задаче, достижение какой-то цели, и для всего этого используются технологии Web 2.0. Ну, довольно такое не очень четкое определение, потому что библиомарафон-то тоже, например, какая-то предполагается деятельность. Но все-таки сетевой проект, на мой взгляд, это такое более глубинное понятие, такое более комплексное мероприятие, которое состоит из нескольких этапов, похоже на марафон, но здесь в основе решения какой-то проблемы чаще всего. Ну, например, вот такой проект, он очень интересный по своей идее. Да, вот Вики Сибириаду только сейчас хотела сказать, что они проводят, но они проводят на портале Вики Сибириаду в системе Вики. Но никто не мешает зайти на Вики Сибириаду, подпитаться идеями и попробовать такое в социальных сетях. Вот эта вот идея, она лежала на поверхности. Долгое время, в 2015 году появился такой проект «Литературные герои в социальных сетях». Начинали учителя, которые предлагали своим детям, школьникам создавать странички «Литературных героев». А вот целый проект, посвященный «Литературным героям», такое было впервые. От участников, участники были не одиночки, это были команды. Вот как раз пример совместной деятельности. То есть каждая команда создавала страничку своего литературного персонажа. Командой руководил какой-то взрослый участник, библиотекарь, либо учитель. Вот под его чутким руководством каждая команда создавала страничку «Литературного героя». Ну, вот Джон Сильвер у меня сейчас на экране. Ну, а дальше нужно было выбрать книгу этого «Литературного героя». И несколько этапов эта все работа проводилась. Каждый этап предполагал создание чего-либо, от простого к сложному. То есть нужно было создать аватарку героя, облако слов по книжке, буктрейлер с этим героем, видеоролик от лица главного героя, инфографику нарисовать, сделать аудиозапись любимого отрывка из этой книги, создать интерактивный словарик. Ну, по сути, тоже ключевые слова собрать такой. Только с объяснениями, что есть что. Ну, вот про Джона Сильвера там какие-нибудь морские термины, например. Викторину создать по этой книге. Ну, и виртуальное путешествие по карте. То есть этапов было довольно много. Как вы видите, работа вообще колоссальная. Она в течение года проводилась. Проект был такой длительный. Вот пример как раз такого мощного проекта сетевого. Когда участвует много команд, когда команды соревнуются друг с другом, у них какая-то совместная деятельность происходит. Один снимает ролик, другой облако слов создает, третий рисует что-то, четвертый викторину делает и так далее. Такая вот командная работа. Поэтому вот в проекте чаще всего в основе такая хорошая совместная деятельность. Понятно, что в условиях обычной простой библиотеки такие гениальные длительные проекты тяжеловато проводить, поэтому много сейчас проектов локальных. У них тоже несколько этапов, но не таких больших. Ну вот, например, вот такой сетевой проект. Хотя сами создатели этого проекта колеблятся, то они пишут, что это акция, то сетевой проект, тут опять путаница с терминами. Но смысл в чем? Здесь совместная деятельность читателей и библиотекарей. Вот в чем суть работы. Несколько этапов. Сетевой библиотечный проект, связанный с Олимпийскими играми 2014 года был, он состоял из двух этапов. Из флэшмоба «Книги на старт» и из азбуки Олимпиады. Флэшмоб заключался в том, что нужно было найти какую-то книгу, связанную с историей Олимпийских игр, вообще с олимпийскими видами спорта, со спортсменами, написать, конечно, свой пост в сети, поделиться с организациями. Это такой первый был этап подготовительный. А дальше вот началась совместная деятельность, когда библиотекарей всем участникам раздали по букве, ну, наверное, по порядку, как они подавали свои заявки. И на каждую букву эти участники должны были создать такой олимпийский словарик. То есть какие-то термины подобрать, связанные со спортом, какие-то объяснения дать к этим терминам. Ну и потом появились вот такие вот токи этой акции, проекта, появились вот такие олимпийские окна, оформленные в библиотеке. Как раз вот красивым образом это все оформлено было. Вот эта азбука олимпиады получилась. Совместная деятельность читателей и библиотекарей. Поэтому это, с одной стороны, вроде как и акция, да, потому что она не очень длительная была по размерам. А с другой стороны, вроде как и проект, потому что здесь предусматривается и совместная деятельность, и подключение информационных технологий, и несколько этапов в работе. Поэтому трудности все равно остаются, но я думаю, что самое главное, не важно, какую активность мы придумали у себя в группе, главное, чтобы это приносило удовольствие нам и нашим читателям, чтобы количество участников увеличивалось и активность не ослабевала. Вот на этой замечательной ноте я и хочу закончить нашу историю сегодняшнюю. Если вам необходимы обучалки, какой-то сервис вам показался незнакомым, вы хотите с ним познакомиться поподробнее. Вот ссылка на обучалки по каждому сервису, о котором я говорила. Что еще? Если необходимы какие-то вопросы, каким образом организовать такие окна. Ну, я вам ссылочку дала вот на сам этот проект, Олимп Окна. Вы почитайте, там есть подробное положение, по-моему, даже об этом мероприятии есть. Вы можете попробовать что-то на вооружение взять, как вариант. А вообще я в ВКонтакте просто попробовала поискать сетевые проекты просто по обычному поиску. Иногда очень интересные находки. Вот у меня окна такие нашлись. Ой, спасибо за похвалюшки. Обязательно посмотрю. Сейчас скопирую ссылку. Спасибо за скрайбинг. Это я люблю. Это я посмотрю обязательно. На этом прощаюсь. Спасибо вам большое, если вам информация была интересной. Вот в следующем году, учебном я имею в виду, хотела бы новый курс запустить. Так, делюсь своими идеями, связанный с играми-викторинами, вот со всеми этими активностями. Не обязательно в социальных сетях, в принципе, вообще. В том числе и Удоба, и Ленин Апс, и многие другие, потому что их бесконечное количество. Из восьми модулей там будут и квесты, наверное, и викторины. Вот если получится, то в следующем году, может быть, у вас возникнет желание платно поучиться, то вот планируется онлайн-курс. А так я надеюсь, что сотрудничество будет продолжено. И в следующем году еще много интересных вебинаров будет у нас впереди. Ну, я с вами прощаюсь до следующего учебного года. Всего доброго. Спасибо за интерес к тому, что я делаю. Ну что ж, уважаемые коллеги, подошла к концу наша сегодняшняя встреча с Марией Анатольевной Орешко. Будем с нетерпением ждать нового учебного года, новых вебинаров, новых инструментов, сервисов и знакомства с новым опытом. Большое спасибо Марине Анатольевне за такие интересные вебинары, которые были в течение этого года. Огромное спасибо всем, кто был и сегодня с нами, и весь год. Я знаю, что у нас есть такие участники, которые практически не пропускают ни одного вебинара Директ Академии. Им отдельная благодарность от командования и команды Директ Академии. Но мы с вами еще не прощаемся. Как всегда, по традиции мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу ссылкой на страницу выдачи сертификатов. Вот эта ссылка, которую я вам разместила, по ней можно перейти. Там всего одно поле. Вводите свои данные, выбираете нужный сертификат. Кстати, коллеги, не забудьте просмотреть весь список всех вебинаров, которые вы посетили, а вы их увидите на этой странице. И если вам необходимы какие-то сертификаты, постараться их докупить в ближайшее время, забрать, скачать, так как к новому учебному году потихонечку вот этот клад сертификатов, будем уже самые старые, они потихонечку будут удаляться. Поэтому посмотрите, ничего ли вы не забыли себе забрать. И повидела вопрос про видео. Будет ли выложено видео на ваш канал на YouTube? Евгения Доган, если это вопрос про запись вебинара и имелся в виду канал Директ Академии, то обязательно запись этого вебинара появится через некоторое время на нашем видеоканале на YouTube. Ссылку я вам даю, это ссылка на канал. Ее можно себе тоже сохранить. Там живут все записи наших вебинаров за последние несколько лет. Там уже к тысяче записей приближается вот такой вот большой архив. Можно найти, например, все вебинары интересующих вас авторов, либо по тематике. И посмотрите на досуге летом, поизучайте. Там очень много интересных тем, интересных вебинаров. Ну и просматривая их, не забывайте благодарить авторов комментариями и лайками. Чем больше лайков, тем больше количества людей сможет посмотреть тоже эту запись. Ну и плюс, если вы следите за нашими анонсами в группе «Контент и медиа» в онлайн-обучении на Facebook к анонсам мероприятий, когда готова запись, и в сам текст анонса наверху, и в комментарии к этому анонсу мы обязательно также добавляем прямую ссылку на запись этого вебинара. Поэтому не потеряется. Не забудьте забрать презентацию, кому это нужно, из вкладки «Файлы». Если вы ходите со смартфонов, у вас вкладка «Файлы» незаметна. Обратите внимание, на самом верху, справа, там, где написано «Выйти в эфир», справа от этой надписи есть три точки. Такое называется «Бутерброд», три вертикальные точки. Если по ним кликните, у вас откроется надпись «Файлы». Вот это есть вкладка «Файлы». Вы ее открываете, и оттуда скачиваете весь материал. Можно скачать себе на компьютер, загрузить. А потом я делаю очень просто, чтобы это перетащить в компьютер. Я выбираю функцию «Поделиться», и там есть у меня такой пункт «Отправить письмо себе». И я этот файл со смартфона отправляю себе на почту. Потом с компьютера открываю и загружаю, куда мне нужно, где нужно, там этот файл, и сохраняю. Вот есть такая хитрость небольшая. Ну и на смартфоне потом это все можно удалить, чтобы не перегружать. Поэтому смотрите, осваивайте. Эта функция очень удобная, очень пригождается на самом деле. Ну и коллеги, напоминаю, что мы сегодня с вами еще не прощаемся. У нас еще один вебинар в 14.00. Вот-вот буквально скоро. Можете записаться, кто еще не записался, тоже буду рада вас видеть. Я вам покажу несколько примеров, как мы делаем квест в электронной библиотечной системе, университетской библиотеки онлайн, в рамках изучения предмета, дисциплины, тайм-менеджмент в ВУЗе. Ну и расскажу, как мы это делали, какие есть моменты, на которые следует обращать внимание. В общем, поделюсь тем, что есть. Но сразу предупреждаю, весь квест показывать не буду. Ну, некоторые задания я специально заменила на аналогичные, потому что этот квест мы потом будем еще использовать для обучения, изучения функционала университетской библиотеки онлайн. Но аналогичные вещи я вам покажу, как это работает, для того, чтобы это понять. Ну, а уж текст свой добавить всегда можно. Вот. И, да, ну и там разные моменты тоже вам интересные расскажу. В общем, поделюсь тем, что есть. В общем, у нас такое завершение нашего сезона получилось такое квестовое игровое. Ну, вот, коллеги, вроде бы и все еще раз убежала у нас ссылка, поэтому ее повторю еще раз на страницу выдачи сертификатов. И напоминаю вам, что сертификаты будут сформированы минуты через три после того, как мы закроем вебинарную комнату, и вам на почту придет оповещение о том, что ваш сертификат готов. Можно заходить его и скачивать. Не забывайте посматривать папку «Спам», потому что идет рассылка и может попасть и в раздел «Спама». Ну, напоминание придет, и там тоже будет ссылка на переход на страницу выдачи. Ну, вот, коллеги, на этом действительно все. Еще раз всем большое спасибо. Всем хорошего настроения, несмотря ни на что не будем падать духом. Обязательно крепкого здоровья. Пожалуйста, берегите себя и своих близких. Будьте осторожны. И мы очень рады и готовы всегда видеть вас на наших вебинарах. Я с вами пока еще не прощаюсь. Надеюсь, что со многими мы увидимся еще и в два часа. Ну, а с теми, с кем не встретимся, хорошего лета, замечательного отдыха. Постарайтесь отдохнуть. Следующий год будет напряженным и интересным, и много нового появится и в проекте «Директ Академия». Мы всегда будем рады вас видеть. Следите за новостями. Не забывайте посматривать ближе к августу разделы расписания вебинаров. И с 1 сентября, как всегда, в бой. Не только в учебной аудитории, но и на вебинарные площадки. Всем удачи, всем счастливо и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok